Здоровый образ жизни все больше в моде. Вместе с профессиональным спортом на Гомельщине активно развивается и спорт массовый. И это понятно. За большими достижениями главным видится здоровье нации. В спортивных клубах, которых открыто множество, особенно в Гомеле, предлагают тренировки по самым разным направлениям и системам. На недостаток посетителей здесь не жалуются. Но всем ли это по карману? Тренажерный зал и личный тренер? Альтернатива есть. Велопрогулка, утренняя пробежка, старые добрые игры на природе или скандинавская ходьба с палками. Не только модно, но и полезно. Как и где занимаются спортом гомельчане с минимальными затратами и максимальным эффектом? В репортаже Максима Савина. В жаркие летние дни люди тянутся к воде. Центральный пляж Гомеля. Тысячи людей приходят сюда, чтобы отдохнуть и охладиться. Причем ноги не ограничиваются водными процедурами, а совмещают приятное с полезным. Тут и часами играет волейбол. Для этого здесь оборудовано несколько площадок. Для любителей силовых упражнений – воркаут-зона. Этот спортивный объект появился на карте Гомеля два года назад и сразу же стал местом паломничества для любителей силовой гимнастики на турниках. Как любителей, так и профессионалов. Сложные трюки – это итог не одного года тренировок. Не только держать себя в форме, но и прогрессировать можно, выполняя и самые простые упражнения на турниках. Максим Телепнев в спорте 17 лет. Призер международных соревнований по пауэрлифтингу, член сборной команды Беларуси. Работает тренером в одном из гомельских фитнес-клубов. Сейчас главный спортивный снаряд для него – штанга. Однако начинал он свой путь в большой спорт именно с уличных турников и брусьев. С шести лет на турничках всегда занимался. Главное в нашей жизни – это желание, а возможность мы всегда найдем, если есть желание. В гомеле строятся прекрасные площадки, подобные этой. И здесь можно прекрасно потренироваться как верхний плечевой пояс, так и нижний плечевой пояс. Различные варианты подтягиваний и отжиманий на брусьях – эффективное упражнение, но только в том случае, если выполнять их правильно. Чтобы правильно подтянуться, мне нужно прогнуться в пояснице и свести лопатки к позвоночнику. Локти идут вдоль туловища. Я предварительно напрягаю спину, выдыхаю и подтягиваюсь. Не верьте тому, кто скажет, что воркаут-площадка – не место для девушки. Дамы могут и здесь активно поработать над своим телом. На опускании мы делаем вдох, Юленька. На поднимании мы толкаемся пяточкой и делаем выдох. Работает наша ягодичная мышца. А еще лучше заниматься в паре. И приятно, и результативно. Популярный проект Совета отцов города Гомеля «Папа-зал» в летнее время трансформировался в «Папа-стадион». На школьной площадке отцы вместе с детьми играют и, конечно же, тренируются. Спортивных снарядов здесь предостаточно. В этом году воплотили в жизни еще одну инициативу – движение уличных игр. У нас есть проекты, которые занимают детей младшего возраста. Там, скажем, до рождения, в момент рождения и совсем маленькие. А подростки выпадали. Поэтому появилась идейка развивать именно дворовые игры, дворовый спорт как таковой. Мы это начали делать и провели турниры по стритболу, по мини-футболу, по выбивала. Стритбол – уже само название говорит, что эта игра родилась на улице. Правило здесь проще, чем в классическом баскетболе. Для игры и тренировок необходимо только одно кольцо. Состав команды не более трех человек. Площадки есть во многих школьных дворах. Так что особых проблем у гомельских любителей уличного баскетбола нет. Кстати, стритболистов в Гомеле немало. Это показал первый тур чемпионата по уличному баскетболу «Оупен Стрит», который в середине июня состоялся в Гомеле. Организаторы турнира – любительская Полесская баскетбольная лига. Она уже год существует в областном центре и баскетбольный клуб «СОЖ». «Оупен Стрит» собрал более трех десятков команд в нескольких категориях. Вскоре состоится и второй тур. Организаторы ожидают еще большего интереса. Люди спрашивают, когда будет следующий сезон. Интересуются «Оупен Стритом», интересуются ПБЛ. Хочется верить, что интерес повышается в таком виду спорта, как баскетбол в Горде Гомеле. И все же именно велосипед по-прежнему остается самым популярным и доступным тренажером в мире. На Гомельщине в последнее время число поклонников этого вида транспорта растет в геометрической прогрессии. Причем многие предпочитают его личному авто и общественному транспорту. Спокойные велопрогулки по асфальту или скоростные поездки по бездорожью. Каждый найдет в велоспорте что-то свое. В то же время это не столько спорт, сколько способ приятный и полезно производить. У нас родилась такая инициатива объединиться в такую компанию, которую мы назвали «Велосемья», потому что мы на самом деле «Велосемья». Эта инициатива абсолютно новая. У нас всего лишь два выезда было, ну и резонанс прекрасный уже. То есть мы собираемся семьями, маленькие дети, постарше, в велокреслах, на своих двухколесных велосипедиках. Едем на природе, в игровой форме, организуем для них игры, катание на лодках, пиратская вечеринка у нас была. У нас была лесная сказка с веселыми эстафетами. Бюджетных вариантов для занятия спортом, где при минимуме вложений можно получить максимальную отдачу в виде здоровья и хорошего настроения в Гомельской области достаточно. Было бы желание, а именно его чаще и не хватает, чтобы изменить свою жизнь. Максим Савин, Валерий Гопанько, Максим Славин. Специально для программы «Итоги недели».